Всем привет! К сожалению, сейчас мы переживаем такой период, который не оставил равнодушными никого. Он затронул в какой-то мере каждого, и неизвестно, сколько еще времени и последствий придется переживать человечеству. С начала нашего тысячелетия в мире часто появляются новые пандемии, такие как свиной грипп, атипичная пневмония, эбола и другие. Но с таким масштабом нам пришлось столкнуться впервые. Как и во всем мире, в Украине заболевание коронавирусом растет в геометрической прогрессии, и власти приняли решение значительно ограничить контакты людей. Вводя ограничения на передвижение по стране, переводя людей на удаленную работу или просто отправляя на простой, оставив общественный транспорт для спецпользования. Но всех людей изолировать просто невозможно, и каждый пытается найти способы добираться до нужных точек, зачастую на собственном транспорте. В один из таких дней мы вечером добирались домой и попали в серьезный затор на мосту Патона. И пусть он был связан с ДТП, но у нас появилась идея узнать, насколько загружены киевские мосты в самый час пик, утром. Итак, сегодня 2 апреля 2020 года, 8 часов утра, и мы погружаемся в самую жару киевских дорог в час пик. За час постараемся посмотреть все основные мосты Киева, если нам позволит ситуация на дорогах, конечно. В обычное время на подъезде к мосту Патона уже стояло бы все. Сейчас же мы еще можем передвигаться. Патона уже стояло бы все. Как мы видим, машин немало, но ничего страшного не произошло. Чтобы пересечь мост, нам понадобилось минуты 3. В обычное время это заняло бы не менее 10 минут. Вторым мостом будет Южный. Туда и направляемся. Сначала проедем в сторону левого берега. Как видим, машин тоже совсем немного, и движение довольно свободное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Тут вообще никаких проблем по дороге на левый берег Весь путь занял всего около двух минут Думаю, назад тоже все должно быть хорошо Этот мост не столь популярен в Киеве Но сейчас проверим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В обратном направлении Проблем тоже не возникло Те же две минуты И дальше мы едем на мост метро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По мосту метро в сторону левобережной проблем также никаких. Это расстояние мы преодолели тоже минуты за две. А вот в обратном направлении уже собирается довольно прилично машин. Думаю, там можно застрять подольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если мы поедем назад по мосту метро, то за час точно не справимся. Главное, мы увидели, что даже несмотря на карантин, движение тут довольно интенсивное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же по бульвару Перова будем ехать в сторону северного моста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машины идут плотненько. Но движение не тормозится. Это радует. А дальше один из главнейших индикаторов пробок в Киеве. Северный мост. Сюда стекаются потоки машин со всей Троещины и Воскресенки. Так что здесь всегда трудно ехать в час пик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поначалу все движется довольно неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вот мы и стали. Не так, чтобы очень, но проблемы наблюдаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА